МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сложная задача – создать образ для соперницы. Каждую субботу три участницы должны убедить фэшн-эксперта и собственных конкуренток в том, что у них есть вкус и чувство стиля. На этот раз шоппинг – неудовольствие. Оценивать подобранные луки будут коварные соперницы. Но решающее слово останется за специалистом в мире моды. Победа – это возможность выйти в полуфинал. И только тройка отчаянных шопоголиков сразится за главный приз. Шоппинг своей мечты в мировой столице моды – в городе Милан. Шопоголик – это звучит гордо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Известный модельер Джон Кальяна утверждает, женщина – существо смелое, романтичное и чувственное. Она хочет соблазнять и получать от жизни удовольствие. А что может быть приятнее для наших шопоголиков, чем прогулка по магазинам? Если вы любите шоппинг и все, что с этим связано, то добро пожаловать на самое модное шоу страны. Я – шопоголик. Денис Боболев знает отличный способ, как забыть о жизненных неурядицах. Внимание! Нужно просто надеть достаточно тесные туфли. В борьбу за главный приз вступает первая тройка шопоголиков. Знакомьтесь! Курьяна Анастасия, 22 года, студентка, будущий менеджер культуры. В свободное время фотомодель и художник. Уверена, что скоро станет актрисой или захватит мир. Если шоппинг – это море, то я в нем себя чувствую, как рыба в воде. Корчагина Валерия, 32 года. Журналист временно приостановила карьерный рост, поскольку находится в декретном отпуске. Мечтает открыть свое агентство по проведению детских праздников. Я четко знаю, чего я хочу. Я ставлю перед собой цели и достигаю их любыми путями. Азамат Алия, 23 года. Между прочим, Алия – дипломированный лингвист-переводчик с китайского языка. Крайне мила, общительна и социально активная девушка. Алия питает большую любовь к природе матушки, поэтому в будущем мечтает открыть приют для бездомных животных. Я себя не ищу. Я себя создаю. В роли модного эксперта сегодня выступает Евгений Коновалов. В модельном бизнесе Евгений давно, с 1997 года. Прошел путь от модели до директора модельного агентства. Используя приобретенные навыки и способности, построил исключительный менеджмент в этой сфере. Ко всему прочему, Евгений – официальный скаут-директор «Казахстан Фэшн Уик». Здравствуйте! Безумно рад этой встрече. Расскажите нашим телезрителям немного о себе. Как часто вообще меняете образ? Я люблю это делать, потому что ты взрослеешь и меняешь свое мировоззрение. И образ тоже с этими меняется. Я стараюсь менять образ каждый день под настроение. То есть просыпаюсь, понимаю, какое сегодня у меня ощущение, и одеваюсь, соответственно, с ним. То есть смена образов для меня привычное дело. Я привыкла акцентировать на себе внимание и добавлять к своему образу какие-то модные детали. Например, моя пилотка. А какой стиль в одежде предпочитаете? Я люблю классику, и мне нравится стрит-стайл. Глядя на твою клетчатую рубашку, я понимаю, что мне тоже нравится. А как ты сказала стрит-стайл? Мне нравится сочетание нескольких стилей, чтобы было интересно. Например, как сегодня романтический и немного милитари. Мне кажется, девочки меня немного испугались, потому что я постаралась своим луком показать какую-то индивидуальность и яркость. Я люблю больше стиль кэжуал или смарт-кэжуал. Расскажите про самый экстремальный эксперимент со своим образом в вашей жизни. У меня были очень длинные волосы, и я их очень коротко отстригла, что впоследствии мне не совсем понравилось. Молодые, неопытные девочки еще на распутье. Насколько длинные они были? Как у меня сейчас? Да. Настя? Я люблю экспериментировать, но это не часто происходит. То, как они себя позиционируют и то, в чем сами они одеты, в принципе, все сказано. Как часто вы меняли место работы, Валерия? Я творческий человек и с легкостью могу совмещать и фотографию, и журналистику, и пиар, и занятие благотворительностью. Настя, что у тебя? Ну, наверное, я сменила около четырех мест работы. Сколько дней, недель или месяцев ты проводила на одной работе? Ну, бывало, что от месяца до полугода. Я неспроста задал этот вопрос. Тема нашей сегодняшней программы – первый день на новом рабочем месте в творческом коллективе. Но перед тем, как вы, девушки, отправитесь в магазин выполнять задания, хочу обрадовать вас приятной новостью от нашего генерального партнера. Альянсбанк, Тимирбанк и Фортебанк объединились в один. Теперь это новый объединенный Фортебанк, который рад предоставить абсолютно каждому клиенту широкий выбор депозитов и кредитов по самым выгодным условиям. Фортебанки вас удивят приятное обслуживание и первоклассный сервис. Если вы готовы осуществить шоппинг своей мечты в Милане, то вам нужно постараться. Желаю удачи и до встречи в магазине. Дорогие шопоголики, раз уж вы претендуете на звание лучшего, будьте любезны завершить шоппинг через три часа и уложиться в 50 тысяч тенге. В этих конвертах находится фотография соперницы, которой необходимо подобрать образ. Если вы готовы, то на старт, внимание, марш! Мне было бы проще подобрать, наверное, для Валерии, потому что как-то она... Ну, я посмотрела на ней, в принципе, понятно. У нас типичные коллекции магазинов, они подошли бы Валерии, наверное, почти все. Проще всего, я думаю, что мне будет одеть Леру, потому что это уже сложившийся, самодостаточный человек. Для меня я бы хотела, чтобы мне выбирала одежду Алия, потому что она схожа со мной по стилю, но не Настя. Я представляю, как бы она меня одела. Посмотрим, кто мне сегодня достался, кому сегодня повезло. Настя! Обязанная билеточка, я думаю, лучше бы смотрелась, наверное, для прогулки с ребенком в парк. Очень яркая, молодая девочка. Еще она подошла бы, наверное, для полета. Думаю, сегодня я ее одену очень хорошо. Я люблю одеваться модно и стильно, люблю одевать и давать модные советы окружающим, поэтому я думаю, что со своей задачей я справлюсь отлично. На самом деле, девушки, которые имеют какую-то индивидуальность, а не важно, что они оденут, если разговаривать о сегодняшней моде, мы уже и так от ее канонов давным-давно отошли. Креативные люди одеваются более ярко. Белый. Белый всегда располагает к себе людей, он освежает, но этот пиджак больше подходит для какого-то торжественного мероприятия, поэтому мы его пока тоже отложим. Так, первый день в творческом коллективе. Ммм, яркие цвета. Это как бы выходит за рамки классического понимания о моде, но это стильно, это молодежно, и мне очень нравится. Крой классический, думаю, подошло бы. Но слишком ярко одеваться в первый рабочий день, я думаю, не стоит. Если вы не хотите, чтобы в коллективе вас называли лимон или петрушка, то да, с яркими цветами нужно немножечко повременить. Первый день в новом коллективе ты должен и показать себя, и в то же время остаться, ну, не раскрытым до конца. Вау! Ммм, пайетки! Боже! В этом платье вы обязательно произведете эффект, но вместо сумки нужно в собой принести диско-шар. Вы думаете, что это вечерний наряд? Нет. Его не стоит одевать. Ммм, платье-футляр, классика. Да что ж это такое-то, а? Юбка-карандаш, платье-футляр. Дальше что будет? Кардиган-транспортир? Ну, Настя молоденькая девушка, и стиль у нее немножко другой. Я думаю, в таком платье она будет чувствовать себя не очень комфортно. Только что на наших с вами глазах Лера, ни на что не намекая, кинула камень в огород Анастасии. Нужно будет менять себя, пересматривать свое мировоззрение даже. Вот и пробил час-икс, я узнаю, кто же мне попался. Либо Лера, либо Настя. Очень волнуюсь. Посмотрим. Это Лера. Лера девочка, девушка маленького роста. На этой фотографии она похожа на стюардессу по имени Жанна. Многие думали, что изображают себя стюардессу, но это не так. Образ я подберу, наверное, быстро. Пожелайте мне удачи. Мне в ее образе не хватило какой-то изюминки. Так, что это у нас? Выглядит Алия достаточно просто, примитивно, скажем так, как серая мышь, так все. Тут целый наряд. Дискотека в 80-х. Алия, я, конечно, в 80-е был слишком мал, чтобы обращать внимание на наряды девушек. Но в 80-е так точно никто не одевался. О, я вижу замечательное платьице. Маленькое черное платьице. Считаю, что в гардеробе каждой девушки должно быть такое. По поводу черного платья Алия права, потому что черно-белый – это беспроигрышный цвет, смотря для кого. Но в данном случае для нее черный, я считаю, что это хорошо. Обычная платьишка, которую можно одевать на каждый день в любой коллектив. Его можно разбавить интересными аксессуарами, сумочкой, шарфиком. В принципе, я думаю, что она в жизни классическая девушка, потому что ее тянет больше на черные цвета. И даже если немножко отталкиваться от классического стиля, ей уже становится неудобно. Первое впечатление – оно одно из самых сильных. Поэтому мы хотим создать благоприятные условия для работы. Пока Алия выбирает одежду, напомню, Альянсбанк, Тимирбанк и Фортебанк объединились в один. Новый объединенный Фортебанк предлагает своим клиентам широкий выбор депозитов по самым выгодным условиям. А первоклассное обслуживание Фортебанки удивит абсолютно всех. Такой мой образ. Мне кажется, он шикарен. Все освежает, все такое летящее, красивое, облегающее. А больше похоже на преподавателя по литературе средних классов? В общем, я очень довольна образом. Я считаю, что он неплохо справилась с задачей. Можно поставить твердую четверку. Я просто не вижу всего ассортимента, что там было. Ну, по крайней мере, это что-то не черное и не сильно вычурное, но такое более-менее нарядное. Вне всяких сомнений, в Милан поеду я. Ну, магазин мне нравится. Выбора у нас много. И вообще, я думаю, что у нас все получится. Давайте только посмотрим, кому же мы сегодня будем подбирать наш образ. Настя, полная противоположность мне по стилю. Окей, это у нас Алия. Девушка вообще, она яркая, но я бы сказала, что образ у нее немножко серенький. Она сама себя еще не нашла. И тут платье, и кеды, и жилетка, и мех. Подберем ей что-нибудь суперяркое, чтобы она просто блистала на новом месте. Футболочки с принтом. Давайте их посмотрим. Вот. Как раз у нас здесь их очень много. Вот это классно. Ты енот, и говоришь хей. Она одевается модно, но одевается так, как все. Вот лисичка очень милая, розовая, тем более хорошо подходит к брюнеткам. Настя девочка-подросток. Несмотря на то, что ей 22 года, в принципе, уже пора бы остепениться, что-то делать и где-то работать. Она вот в кетиках, и тут в мех, в платье, в пол. Вот такой. Мы возьмем вот такой свитер. И завяжем его на талии. Вот эта жилетка мне очень нравится. Классическая и симпатичная. Вы заметили, я люблю жилетки. Все, вам сюда нельзя. Выбирая образ, я бы хотела, чтобы Настя выглядела более женственно и, соответственно, своему возрасту. А это что у нас за гриб такой вышел в шляпке? Как называется он? Нет конечной картинки, поэтому я вообще недоволен этим. Это такой американский деним. Получилось очень, я считаю, ярко и творчески. На работу, конечно, в этом ты не пойдешь. Тем более в первый день. А в колледж американский, мне кажется, можно. Пацаны клюнут. А свитер – это часть многослойности, скажем так. Он, наверное, никогда не выйдет из моды. Я в детстве сама так носила и до сих пор иногда так люблю одевать. Да, если мы говорим об одежде в креативной компании, то это, наверное, компания по проведению детских праздников. То есть здесь я как бы не очень одобряю. А вот новость от нашего генерального партнера. Альянсбанк, Тимирбанк и Фортебанк объединились в один. Фортебанк предлагает своим клиентам выгодные условия кредитования, первоклассный сервис и уникальные предложения по продуктам банка. Выбор сделан. И, судя по всему, участницы довольны покупками. Впереди дефиле и выставление оценок. А это значит, совсем скоро мы узнаем, кто из девушек покинет проект, а кто продолжит борьбу за главный приз. Поездку на шоппинг в Милан. Ну что ж, вот и наступил долгожданный момент. Каждая из наших участниц уже готова презентовать подобранной соперницей образ. Первой на подиум выходит Алия. Лук для Алии был собран Анастасией. Желтая блузка – 4 990 тенге. Синий бриджи – 5 990 тенге. Браслет – 5 490 тенге. Подвеска – 4 000 тенге. Сумочка – 5 390 тенге. Ремень замшевый – 3 990 тенге. Туфли замшевые – 19 990 тенге. Всего на шоппинг потрачено 49 840 тенге. Образ был ярким, но я не могу сказать, что мне он понравился, потому что я считаю, что данный образ не для работы. Оценив образ Алии, встречаем Валерию. Алия выбрала образ для Валерии. Джинсы – 11 900 тенге. Блузка – 5 400 тенге. Жакет замшевый – 16 900 тенге. Обувь – ботильоны – 9 900 тенге. Клащ – 5 900 тенге. В итоге – ровно 50 000 тенге. Алия подобрала для меня образ, который, в принципе, в целом мне понравился. Единственное, мне не понравился очень высокий каблук. И вместо сумки она мне выбрала почему-то чехол для планшета. В каком образе Анастасия проведет рабочий день в творческом коллективе, узнаем прямо сейчас. Стилистом для Анастасии была Валерия. Ботинки – 18 990 тенге. Платье – 11 490 тенге. Куртка кожаная – 65 690 тенге. Рюкзак – 13 490 тенге. Ожерелье – 3 990 тенге. Очки – 6 990 тенге. Браслет – 3 490 тенге. Шарф – 6 990 тенге. Валерия проигнорировала условия проекта и потратила 131 120 тенге. Длина туники, платье оказалось, к сожалению, слишком короткой. Видимо, Лера этого не рассчитала, подбирая под свой рост. Настя, мне очень понравились твои луки, которые ты собирала в магазине, как ты их одевала и тому подобное. Это как бы очень близко к моему пониманию стиля и тому подобное. Возможно, я немного не учла пропорции фигуры, и размер джинса казался, размер брюк оказался немного маловат. Ну, это моя оплошность с глазомером, наверное. Но зато, как ты одела алию, только из уважения к тебе я поставил бы 4, потому что такие сочетания цветов, ну, это может каждый человек так одеться из обычной жизни. Стандартное сочетание цветов желтый и синий. Можно было тоже добавить каких-то других деталей, других цветов. Настя, я ставлю тебе 3 балла. Постарайся больше смотреть модные журналы и работать над сочетанием цветов. Я не хочу вызывать зависть у женщин и зловить на себе похотливые взгляды мужчин. Поэтому за данный образ я ставлю 2. Раскритиковав пух и прах работу Анастасии, Алия ставит ей 2 балла. Валерия уверена, что в моде разбирается гораздо лучше и оценивает работу Насти в 3 балла. Пока у Анастасии 5 баллов. Лера, на самом деле я очень наблюдал за тобой. Ты выбирал, а-ля, там, Витни Хьюстон и тому подобное. В целом, довольна своим образом. Смелое сочетание вещей. В принципе, мне это очень понравилось для повседневной жизни и сочетание. Единственное, оно мне не понравилось. Сумка и шарфик. Какой-то образ получился не для работы. Возможно, по отдельности вещи смотрятся и симпатично, но не для работы. Лера, я тебе ставлю 2. Я считаю, что, Лера, ты не справилась с заданием, и поэтому я ставлю тебе троечку. Алия уверена, что у Валерии отсутствует чувство стиля и поставила ей всего 2 балла. Анастасия солидарна с этим мнением, но вновь проявила великодушие. 3 балла. В итоге у Валерии 5 баллов. Что касается Алии, мне очень понравилось то, что девушка оптимистка, у нее есть чувство юмора. То есть она ходила, подбирала, там, это идет, это не идет, как бы. В целом, она себя одела неплохо, а вот Леру она одела очень плохо. Я забрала прекрасный образ, но на Лере он смотрится отвратительно. Ну, мне вообще не понравилось, то есть джинсы, которые ей не идут, там, на высокой талии, смотрю, обувь неподходящая, куртка. Ну, в общем, обычный студент. Простой, не броский, в принципе, в стиле Алии, как я и думала до этого, все довольно так скромненько, серенько. Я считаю, что образ Валерии под руководством Алии вышел довольно целостным, хоть и скучным, но, в общем, смотрится довольно гармонично. Поэтому я ставлю Алии 4. На мой взгляд, ты не совсем справилась с задачей, поэтому моя оценка тебе 3 балла. Валерия осталась недовольно выбранным для нее образом и поставила Алие 3 балла. Анастасия настроена более позитивно и дарит 4 балла. Алия зарабатывает 7 баллов. На данный момент по оценкам лидирует Алия. Но посмотрим, как изменится турнирная таблица после того, как выскажет свое мнение эксперт. Лера, за то, что ты делала в магазине, там, в течение долгого времени, и как ты это делала, я тебе поставлю 3. А за твой конечный лук я поставлю 4. Общая оценка 3 и 4. Алия. Раскрытие темы стиля, чувства, как ты это понимаешь, как ты одевала, собирала луки в магазине, я поставлю 4. А за твой финальный результат, как ты подобрала лук, я поставлю тройку. А все-таки, наверное, из трех девочек Настя мой фаворит. Пять за твое понятие стиля и четверку, как ты одела Алию. Алия, Анастасия, Валерия. Сейчас я назову имена двух участниц, с которыми мы увидимся в следующем отборочном туре нашего шоу. Алия, я поздравляю тебя, ты продолжаешь борьбу. Спасибо. Валерия, Анастасия, одно из вас сегодня повезло чуть-чуть больше. И это... Анастасия! Валерия, к сожалению, с тобой мы прощаемся. Спасибо за участие в нашем шоу. По мнению нашего модного эксперта, Алия заработала 7 баллов, Анастасия 9 баллов и Валерия 7 баллов. В итоге Анастасия и Алия сравняли счет, и суммарное количество баллов у обеих участниц равно 14 баллов. На счету у Валерии 12 баллов. Кроме того, во время шопинга она значительно превысила лимит допустимой суммы. Вам, девочки, я желаю удачи. А вам, дорогие телезрители, спасибо, что были с нами. И до скорой встречи в эфире. Алия и Анастасия продолжат борьбу в следующем отборочном туре. Возможно, им удастся пробиться в полуфинал, а там и до Милана рукой подать. Но пока это лишь мечты, ведь в игру вступает следующая тройка отчаянных шопоголиков. Соломщенко Марина, Калтаева Диана и Шмуль София. Яркие, стильные, уверенные в своей победе. Кто из них покинет проект, увидим в следующей программе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...